вообще конечно самое печальное в этой работе то что когда ты едешь на вызов допустим на детей когда тебе говорят что где-то утонул ребенок и вообще утонули дети на моем примере было то что я ездил в это село вроде тихтюр хангавалтского района мне передали что там это 0 дети то есть мы сорвались туда поехали не помню мальчик кажется то ли 5 то ли 6 лет и а девчонка чуть-чуть постарше около семи лет и они вдвоем то есть вместе пропали естественно ты же быстро туда не приедешь в течение пяти минут каких-то да нас очень сильно там психологически давили что-то кричали в нашу сторону да то есть мы как-то уже абстрагировали абстрагировались наверно к этому не обращать на людей внимание просто делать свое дело тихо молча ну и все в общем я захожу воду и получается там такой водоем был закрытого типа то есть при большой воде туда заходит вода и то есть вода остается и оттуда люди берут воду там насосом выкачивают для каких-то своих нужд и они в этом водоеме тонут в общем нахожу одного ребенка и тут же нахожу 2 девочку я нахожу я принимаю решение что их наверно в охапку буду брать обоих и вытаскивает на поверхность вот я беру их пока в охапку я выхожу на связь чтобы меня подымали то есть у меня кабель связка да тут нам не и они меня потихоньку и ведут берегу я выползаю получается в такой манере на коленках и они у меня здесь мальчик с девочка я вот так вот стою и получается а знаете все на берегу такие были крутые да там что-то орали в нашу сторону а когда я вылез туда у всех был ступор и все стояли молчали смотрели и в этот момент я очень сильно заматерился у меня была такая злость когда все на тебя орут что-то там да а когда ты сделал свое дело то есть и это все нашел и все боятся подойти психологически не готовы люди к этому зовут меня станислав борисович соломахин профессия водолазом уже где-то восьмой год для для близких друзей стас водолаз так меня так часто называют обзывают устроился я в службе спасения и при где-то в 2018 году это вроде был июнь и попала как-то знаете в эту профессию довольно резко даже для себя как неожиданно что ли я понял что как бы это моё мне это интересно вся вот эта структура наверное как фанатик на можем можно сказать вот так вот так ну как я устроился с получается служит спасением водолазом я даже как-то наверно не задумывался что столько много бед происходит наверное в данный момент даже вот мы сейчас сидим до что-то происходит и люди об этом вообще не задумываются то есть я как-то все равно ты замечаешь да где-то в сводке кто-то там утонул кто-то что-то произошло кто-то заблудился где-то пожар все это это очень резко происходит я тоже об этом как-то знаете не задумывался что очень много людей я не знаю за сезон до буквально 30 40 человек каждый шаг водолазов борьба с природой давление глубина и темнота усложняют их работу она требует физической и моральной стойкости важно помнить что водолазы рискуют жизнью выполняя свою работу когда ты помогаешь людям это наверно классно это как-то мотивирует да причем не всем людям нравится что ты им помогаешь они даже не знают что ты им помогаешь и когда ты приезжаешь какую-то очередную командировку тебе говорят там типа вот ты приехал давай работай я так я вообще первое время то есть я знал что такое плохое отношение людей к людям но когда вот это вот ты спасатель по идее ты как-то это благородная профессия да и тебе люди тыкают что делать в общем ты приехал в командировку тебе тыкают давай здесь нырять давай здесь нырять что ты приехал больше давай работай мы хотим помочь то есть мы закрыв нам обидно на самом деле мы закрываем на это глаза и просто остаешься и вот это отношение терпит то есть если взять статистику из десяти человек то пять человек тебе относится очень негативно трое человек относится к тебе параллельно да что то есть что тебе нет тек это все равно ну приехал до работы они даже не касаются тебя а уже два человека конкретно рады что ты приехал да и как-то и вот эти вот из этих десяти человек два человека мотивирует тебя дальше работать не знаю это какое-то ощущение классное что ли что ты как будто кому-то нужен это очень сложная работа под водой потому что еще раз повторюсь под водой у нас в якутии в основном даже по россии это такая специфическая среда то что под водой вообще ничего не видно слова совсем там холодно там много ила там темно там захламленность разные камни ветки бутылки проволока работы мы на ощупь то есть если мы ищем какой-то объектом или человека до утонувшего мы ползаем как маленькие дети по комнате у спасатели время измеряется минутами так как есть вероятность что на месте чп живые люди у водолазов же почти не бывает срочных вызовов поскольку чаще всего их привлекают к поиску тел у нас у водолазов есть вообще на службе свод правил есть инструкции который мы надо не нарушать да и тоже люди не понимают когда ты говоришь что у нас есть инструкции что мы работаем по инструкции это допустим когда большое течение до захламленность еще что то то есть даже на течение люди просят чтобы ты вот ныряй давай ты должен стоять на своем потому что ты живой у ты еще живой человек когда приходит вызов на пуль до в дежурку тебя вызывают допустим утонул человек там на 203 микрорайоне или где-то в другом районе да уже вот прошло минимум там полчаса ты приезжаешь да ты его находишь и бывает истерика у родственников что его надо откачать но это нереально просто это надо подходить знаешь там трезвым к этому делу человека можно откачать не знаю ребенка до 10 минут взрослого до 5 минут все и потом ты его не откачаешь это это с момента утопление они с момента приезда нашей группы на место трагедии и вот редко когда люди это понимают буквально вчера до этого репортажа мы были на 203 микрорайоне то есть линии электропередач там очень много отдыхающих постоянно мы ехали со съемок нас попросили тоже снимать небольшой ролик ехали со съемок и буквально перед нами я не знаю так звезды совпали да что произошло мы были рядом и просто у меня коллега василий аренович он увидел как тонет ребенок и тут не василий кричит стой он вылетает из машины я-то сразу понимаю что что-то не то просто так человек не вылетит с машины да почти на ходу я останавливаюсь вылетая за ним я наблюдаю такую картину что он прыгнул в воду на тот момент тонул ребенок и взрослый мужчина прыгает к ним они его тащат на дно я вижу эту всю картину и ныряю к нему получается туда же мы по форме мы просто выбежали с машины мы не стали там снимать обувь да так что мы сразу нырнули я доверяю всю картину я начинаю ему помогать потому что я вижу что у вас это же как бы лицо такое знаете он в это адреналинчик это поймал и вижу лицо получается вот этого мужика у мужика было очень испуганное лицо он наверно не понял все что происходит а парнишка уже я успел парнишку вытащить на берег парнишка уже наглотался воды и успели его грубо говоря это во время мы успели еще чуть-чуть и грубо говоря мы его откачали уже от этого потому что у него круг рта уже была пена это говорит о том что уже человек хорошо наглотался водички и вода уже в легких знаете ни минуты позже ни минуты раньше мы мог я бы мог побыстрее как-то поехать просто уехать что просто быстренько мы бы поехали через час грубо говоря уже на чп мы бы поехали уже на трагедию и нам бы пришлось доставать уже не живых людей а уже ну мертвых одеть водолаза занятие непростое требующая помощи коллег примеру на грудь и спину крепят свинцовые утяжелители по 16 килограмм а также прикрепляют кислородный шланг и спусковой канат в итоге вес снаряжения спасателя во время погружения может превышать 100 килограмм для того чтобы одеть баллон не нужно одеть получается пояс с грузами для того чтобы мне утонуть то есть уйти под воду если грузов этих не будет это будет намного сложнее так ладно мы проверили радиосвязь то есть я проверил с поверхностью у меня будет человек на связи сидеть василий он будет меня направлять безопасное время которое водолаз сможет провести под водой обычно ограничено и контролируется старшиной спасательной группы в общем получается помогаю при сборке снаряжения осматриваю получается как в одном лице получается два два инструктора грубо говоря как и старшина и как и руководить водолазного спуска в одном в одном лице непосредственно на месте работы проверка снаряжения полностью идет на руководителя и на старшине станции то есть за жизнь людей этих людей полностью ответственность лежит на мне все что возможно если была исполнена то есть все виды виды и методы поиску произвели то по окончанию работы но не всегда это получается объяснить родственникам получается они это воспринимает так скажем штыки и начинают что вот вы должны там столько отработать но наука утопления не изучена так скажем как человек под водой себя ведет это не изучено и самое максимальное вот по времени сколько вам приходилось тратить на эту работу месяц а это где это было бы такая когда за за маленький промежуток утонуло 14 человек пока мы там находились ну грубо говоря пока мы собирались мы выезжали на троих человек папа по приезду и по месту мы уже должны были искать почти один из человек по всему батаре а иногда время занимает очень много это где-то примерно от полу часа до нескольких часов мы просто можем получается отбивать гидровокатором лево-право прямо назад да и обрали водовазом уже точно то есть подтверждать это или это объект или нет в данный момент мы производим поисковые работы с помощью прибора гбл осматриваем получается одно вероятное место происшествия с левой стороны можно наблюдать или вот это вот полоса вот это что что находится на дне то есть содержимое на с левой стороны с правой стороны вот эта часть невидимая но за счет того что мы проходим несколько полос то есть туда-обратно ты выйдешь с расстоять с расстоянием 5 6 допустим ну 5-6 метров грубо говоря вот это происходит довольно долго когда ты не можешь когда большая глубина видимости вообще нет никакой видимость еще нулевая это как комнате выключить свет и просто ходить наугад но здесь нам помогает связь моя команда в этот он направляет меня лево-право еще куда-то да и там уже допустим я на ощупь нахожу тут приметы подтверждаю что это дерево там не знаю мусор человек все что угодно и можно лазить довольно долго убить на этот несколько баллонов да то есть на минуту на где-то баллоном не хватает на полтора часа работы то бишь да это можно потратить три часа три с половиной часа или больше примерно вот так вот мы работаем наугад работа водолазов очень опасно и они легко могут получить травмы это связано с экстремальными условиями такими как сильные течения низкие температуры и высокое давление поэтому они проходят специальные тренировки чтобы подготовить организм токсичному воздействию азота обычно случае когда тело на тело находим вас не по дну его на берег вытаскивает а вот так таким методом всплывает на поду и и на берег его самый опасный да скажем так у водолазов это баротравма да а я сам лично получил несколько раз баротравму оставался без ушей я оглох на две недели у у меня не помню или вроде левая сторона перепону лопнула перепонка барабанная она даже не лопнула она дорвалась там была дырочка и кровь с ушей стекла второе ухо она воспалилась и я им чуть-чуть слышал в общем когда я с кем-то разговаривал я обычно поворачивался вот так вот и такой что баротравма глаз лопаются капилляры бывает тоже у меня кстати вопал все капилляры я не мог как будто у тебя постоянно иголка в глазу короче такая торчит и ты постоянно поправляешь поправляешь такой на самом деле это вот капиллярчик лопается у тебя там и вот его типа у кровеносный такой тоже кстати это неприятная такая вещь ну и кровеносная система потому что ты работаешь постоянно под повышенным давлением это заберем с учетом что мы сейчас допустим с вами сидим в кабинете на нас давит атмосферное давление это примерно один атмосфер до 1 атмосфер и на каждые 10 метров глубины плюс еще один атмосфер то есть допустим когда я нахожусь на глубине 10 метров на меня дает 2 атмосфера вместо одного и на самом деле это ощутимое давление но ты прям чувствуешь как у тебя обжимает вот ты в костюме шаришься у тебя обжимает вот так вот там все 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 тело вот и это очень большая нагрузка идет вообще на кровеносную систему на сердце на все остальное я ныряю под воду я чувствую мне некомфортно и у меня в этом время происходит паническая атака не хватает воздуха но забитый кровеносную систему на как пережала я не могу двигаться нормально и у меня уже я начинаю очень нервничать и хочется вылезти наружу а я понимаю что надо отработать и как бы парнями не очень в общем я лег на дно подышался выровнял давление у себя все и успокоился я наверное минуты на 2 на 3 наверно можешь сказать так засну и все и потом вроде как-то успокоился и пошел работать 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 барокомплекс за чтобы не было таких последствий у нас происходит тренировки в барокомплексе это так называемая бочка ты залазишь в эту бочку тебя обдают давлением то есть нагнетает туда давление на той глубине на которой ты якобы находишься под водой но плюс в том что ты сидишь там в костюмчике сухой вообще как бы там можешь чай там сидеть пить и все и просто тебя наблюдают наблюдают врач как ты у тебя проходит продувка выравнивать давление и все остальное работа водолазов которые извлекают тела из водоемов полна не только физической но и душевной тяжести справляться с таким грузом бывает непросто и каждый из них несет свою собственную борьбу чтобы сохранить душевное равновесие осознание приходит вот этого всего уже после того когда ты сделал свое дело и ты едешь куда-то домой и после этих моментов мы все этим почему-то молча у всех на свои семьи все наверное как-то думают на первое что может произойти ну то есть мы задумываемся дальнейшем понимаете когда такая профессия и не может пустить детей куда-то все время думаю что насмотришься вот на это все и что-то может произойти плохое да ты ограждаешь их от этого поэтому как-то все своих думках и бывает и домой приедешь сидишь ненароком ты просто на несколько минут уходишь какую-то абстракцию просто замираешь и куда-то в точку смотришь вообще где-то я называю взгляд наверно никуда как-то как будто ты опустошенный какой-то в душе что ли вы тут сам умер блин как-то я не могу это ощущение передать ну это такое это тяжелое такое состояние как я справляюсь с этим я не знаю просто справляюсь еще у меня на самом деле я разносторонний человек у меня много каких-то увлечений это спортзал байк на мотоцикле покататься где-то в горах где-то на песках уехать к родителям самое это наверное такой способ когда ты едешь к родителям родительский дом не знает и там как-то успокаиваешься самое интересное что ты когда едешь куда-то на отдых что это у нас и крайне редко случается я не знаю что должен произойти чтобы ты просто отдохну ты приезжаешь куда-то на остров на песок где люди а ты не можешь отдохнуть потому что ты смотришь наблюдаешь за всеми да когда человек тонет показывают фильмах да опять помогите помогите никогда человек не кричит он может первые два раза крикнуть помогите это не будет громко когда человек тонет он захлебывается он захлебывается и он не может крикнуть Когда он кричит, он тратит очень много энергии, чтобы что-то сказать. И он не может крикнуть из-за того, что у тебя уже вода в легких или просто во рту. Это будет как «ну-ну, как ты чай пьешь». И в основном основные жертвы, наверное, по этому происходят. Поэтому, когда человек тонет, я не зря говорю, что глаз должен быть наметан. Ты уже точно можешь определить, тонет ли он или балуется. Но я всегда говорю, даже если ты сомневаешься, что он балуется или тонет, вытаскивай его все равно из воды, нравится ему это или нет. На берегу лучше разберетесь, понравилось ему это или нет. Пусть лучше он перебесится. В прошлом году был случай в горном районе Бердегистяхи, утонул ребенок. Мне на телефон приходит звонок в полдвенадцатого ночи, наверное, на базу. Ну, все, естественно, я ноги в руки и полетел. Приезжаем туда, наверное, в полчетвертого утра или в четыре. Вот, и начинаем сразу отрабатывать. Начинаем отрабатывать, то есть прибором. Это там река Матта, она типа как горная считается. В общем, там тонул мальчик. Самое трагичное в том, что у мальчика в этот день день рождения ему исполнилось бы восемь лет. Ой, мы его искали очень долго, на самом деле. Мы его нашли в полодиннадцатого вечера. В полодиннадцатого вечера под мостом. Его унесло почти на 200 метров от места утопления. Они играли в футбол, он полез в воду за мячиком. И его, я не знаю, как так получилось. И мальчик захлебнулся водой, утонул. Глубина под мостом была почти, я не помню, 7 или 8 метров. Ай, это такая печальная история на самом деле. У нас часто, как лето, жаркие дни, очень много тонет людей. Почти каждый день люди тонут, понимаете? Кто-то переворачивается на лодке, кто-то там в водоеме. Даже дети в бассейне тонут. Я хочу, господи, берегите себя, берегите своих детей, берегите свое здоровье, понимаете? Это такая хрупкая вещь на самом деле. Почему люди думают, что они какие-то бессмертные? Я не понимаю отношение к себе и к своим детям, родственникам. Вы сохранились дома, что ли? Вы игры переиграли какие-то? Берегите себя и своих близких. Это очень печально, когда родственники теряют каких-то детей, не знаю, взрослых даже, мужчины. Даже, я не знаю, умеешь ты плавать, не умеешь. Не будь ты такой самоуверенный, что ты там какой-то мастер спорта по плаванию. Не знаю, самое трудное в спасении, не зря дают медали при спасении человека, потому что самое трудное это спасти человека на водах. Потому что тебе нужно спасти самого себя, тебе нужно спасти человека. И ты должен рассчитать силы на себя и на человека. Ты доплывешь до него, но у тебя могут силы истечь, и тебе надо еще этого человека притащить. А тебе еще надо бороться с этим человеком, понимаете? Потому что у него зарабатывает инстинкт самозахоронения, и он будет тебя под воду топить. Надо знать правила, как спасать утопающего, понимаете? И просто смотрите за окружающими. Не знаю, как-то надо дружнее как-то жить все равно. И спасти другого человека, я думаю, это круто. Не каждому в жизни это дано. И на самом деле это крутое ощущение, что ты кому-то помог.